всем привет друзья в этом видео расскажу почему же такая передовая страна как америка которая дает миру очень много технологий инновации культуры почему во многих вопросах внутри она остается достаточно отсталой даже если сравнивать с такими странами 2 3 мира как россия эта идея появилась после того видео когда я выложил с такими глазами короткое видео где я снял какой-то там смеситель в общественном месте который одновременно с сушителем встроенным не там стали конечно писать что ой да такое уже там в той же москве уже лет 10-15 и вот наконец-таки дошло до вас действительно это замечаешь приезжая в америку особенно если ты жил допустим москве или в каком-то миллионном городе что во многих общественных местах какие-то вопросы действительно повод технологиям отсталые и вообще не только вот физически что-то еще какие-то процессы да там бюрократически допустим там все через почту через бумажки через факсы прости господи действительно это все в обиходе домашние телефоны какие-то машины достаточно устаревшие так далее в общем то это вот такие вот одни из небольших примеров да там интернет медленный куда-то телефон падает пытаюсь куда-то втулить еду в пробки и он меня везде греется под всеми солнцем в общем . держатели сейчас у меня так вот ну собственно тут нечего смотреть тут послушать да и даже если сравнивать со странами первого мира там с той же западной европой действительно тоже это все наблюдается я это вижу в меньшей мере если честно сказать почему потому что я живу в новом городе орландо это город очень новый ему порядка 50 лет сюда пришел гисней и все вот здесь вот рослось вот эти вместе отдельные городки они срослись вот в этот большой сейчас мегаполис который насчитывает метра уже 3 миллиона и за последние 20 лет выросла на 2 миллиона с миллиона в общем из-за того что здесь нового все здесь не так это замечаешь здесь магазины все новые не знаю там общественные места все достаточно еще в адеквате до выглядят но когда ты переезжаешь старые более старый урбанистический город ну хотя бы там тот же майами которому там грубо говоря сто лет да там 120 вот в его таком понятие да там уже все это действительно видишь какие-то старые кассы магазины все какой-то как уже стоит действительно заменить обновить да я уж молчу там за нью-йорк и за более еще старые города до северные так вот основная причина которую я бы все-таки здесь сказал но их будет несколько это экономическая естественно все решает бабло так вот странах первого мира дешевые очень продукты вещи доступная но при этом оплата труда очень высокая для компании и содержать раздутые такие штаты и внедрять быстро все эти технологии обновлять это все очень накладно компания поэтому здесь такая политика на этот счет что вот она как бы служит и хорошо сломался этот смеситель хорошо мы заменим вот в таком в основном порядке да тут не кидаются друг друга удивлять и обновлять все сразу странах третьего второго мира как та же россия да там наоборот очень вещи дорогие недоступные там какие-нибудь там я не знаю джинсы зары масс-маркет могут стоить там половину минимальной размер оплаты труда правильно оплата труда низкая то есть там рот сколько не знаю 15 тысяч рублей но это грубо говоря сколько 200 долларов или сколько да с подсчетами всегда было плохо так вот здесь допустим оплата а вот минимально сейчас во флориде конкретно 23 год марта марта лик здесь 11 долларов в час то есть человек может на минималке на какой-то оплате там работе там я не знаю уборщиком что-то неквалифицированное иметь в районе там около двух тысяч долларов да да сейчас про экономику это отдельная тема что здесь по соотношению я тоже хочу обновить эти цифры и снять видео отдельно но и вот понимаете в россии в таких странах почему туда собственно выводятся все весь все производства да made in china как мы знаем это made in china да то есть все производства в странах второго третьего мира бангладеш чайна и так далее так далее гондурасы правильно а и вот а то есть там дешевле платить зарплаты компаниям да и получать больше больше маржинальный товар правильно из америки практически все производство к сожалению ушло очень много до его так вот получается что вот это внедрение за счет больших штатов когда вы там какого-нибудь дядю васю зовете сделать себе кран вы можете ему порой заплатить реально за бутылку водки там или за не за за 100 500 рублей ну просто за какие-то копейки тут такое не пройдет то есть тут вы зовете какого-то мастера вот я звал поменять там раковину 500 долларов поменять этот фен вентилятор на потолке 350 долларов отремонтировать там этот кондиционер 600 долларов поменять ремень в машине полетел я снимал да там около 700 долларов то есть труд человеческий очень очень дорогой вещи дешевка труд дорогой постричься 30 минимум долларов да то есть все достаточно вот это именно услуги работа зарплаты все на таком уровне они не получится за бутылку водки или за какие-то там минимальные деньги что-то там созвать себе рабочих их там заплатить они вам дом построить так далее понятное дело что здесь тоже все это есть в какой-то мере но тем не менее если сравнивать то все это все равно очень очень затратно почему тут уже таких меншинов никто не строит как раньше там строили в начале того века когда лейбор был очень дешевый да практически рабский и я снимал очень много особняков здесь да там все это стоило копейки и строилась нереально сейчас даже самые миллиардеры миллионеры даже они живут более скромно потому что построить там такой меншин уже будет стоить на просто невероятных денег при том что там даже при оплате минималки каким-то там в калифорнии там мексиканцам которые там на всех этих работах да либо во флориде там каким-то там ближайшим там кубинцев которые здесь правильно или приезжим любым мигрантом и даже русскоговорящим так вот это такая основная причина еще одну из причин можно назвать размеры почему старушка флор господи европа еще более-менее там что-то успевает куда-то обновлять потому что они маленькие там господи одна страна смешно сказать там занимает я не знаю там порой там размер вот ирландо одного города 100 километров на 100 да там ну грубо говоря там я не знаю половина штата флориды да там может занимать там одна страна это это считается уже большая страна соответственно страна сша огромна 450 миллионов и она большая по территории и вы знаете несмотря на эти объемы то есть навести порядок в маленькой вот крошечки стране да намного легче правильно проще нежели в такой огромной стране и для таких огромных территорий я бы сказал что еще америка ну действительно большой молодец правильно вы везде найдете чистый бесплатный туалет вы везде найдете какие-то условия инфраструктуру гостиницы магазины в любой деревне куда бы ты ни заехал все удобства вы найдете понимаете то есть да может быть не всегда но будет выглядеть там супер-пупер опять же смотря чем сразу не дай бог заехать какой-то провинциальный город в россии либо на трассе зайти в туалет да все мы знаем чем это может грозить то есть каким-то я не знаю там минимум отравлением нюхательных органов так вот европа из-за того что маленькая она как бы оперативнее исправляется да чем вот такой большой даже какой-то штат да привести как бы везде обновить срочно новые сети смесители грубо говоря правильно поставить еще причина естественно люди то есть я говорю что политика у компании настроена на то что там сломалась хорошо поменяли не сломалась работает выглядит как старая задница ну и хрен с ним и так во многих вопросах все это происходит ну я не знаю там народ приучен к очередям он очень терпеливый не будет там локтями распихивать там а дайте мне спросить народ не будет возмущаться если там она выглядит устаревшим да либо там интернет там супер медленный либо связь везде плохая сотовая ну как-то вот он молчит да он там где-то что-то возмещает возмущается какие-то отзывы пишет но его как-то приучили к этому спокойно относиться что все убудет все убудет чуть-чуть попозже да если это идет вот строительство дороги вот она идет уже не знаю несколько лет и вот народ едет в этих пробках как я сейчас развлекая вас и себя вот она едет и молчит стряпочку да но там кто-то куда-то пишет кстати я тоже писал и мне кстати тут же ответили на мое удивление расписали приписали вот ждите вот такой план вот такие-то бюджеты выделенные вот такие-то сроки поставленные в общем все прекрасно значит вы только ждите да вы там держитесь дальше называется так сейчас я немножечко объеду все-таки эту лаку чуть-чуточку вот и народ будет вот стоять вот в одной полосочке хотя он может объехать да и будет спокойненько стоять понимаете и во всем так то есть это все вот в культуре еще сидит ни одна лялечка не будет возмущаться и рассказывать что а почему мне не поменяли смеситель почему здесь такой старый смеситель а все к нему возвращаюсь просто из-за чего пошел сорбор да вот а то есть вот эти бюджетность да то есть все привыкли что а ну значит вот сломалась там где-то там баня да допустим в зале вот там на этом месяце уже бюджета значит нет вот ждите значит там заменят эту там штучку какой-то нагревать и значит следующем месяце и все спокойно ждут понимаете и ничего с этим не делаешь рогаешься не ругаешься все знают что или двор или тут как тут как бы все четкие ответ будет такой как сказал так отрезал что называется так вот такие у меня собственно мысли на этот счет не знаю с этим как бы смиряешься и к чему в общем все это виду понимаю какие-то большие процессы большие объемы и на какой-то взгляд кажется приезжим что-то дико диким понятно как когда но не не твое когда ты видишь там другого вида унитаз он смывается по-другому что кнопка находится в другом месте по-другому и в общем сначала это все шокирует потом к этому всему привыкаешь и глаза замыливаются и уже не так это все воспринимаешь все эти технологии в том числе и да там ты ржешь там там когда тебя просят прислать факс там когда тебя говорят позвони мне на домашний но как бы все равно ты чувствуешь что здесь все равно все эти технологии все этот современный мир он как бы работает да еще кстати а вот к причинам я бы отнес еще такой момент даже политика то здесь как известно слава богу законы медленно принимаются то есть все очень так вот я называю это такой вот паровоз тяжелый идет сто лет и вот казалось бы уже пришло время его поменять его сдвинуть поменять реформировать изменить какие-то правила но вот оно идет во многих вопросах в иммиграционных да там в политических но порой ты понимаешь что да это порой бесит но допустим там том же законодательстве каких-то общественных решениях глобальных да слава богу все проходит какое-то время какие-то дискуссии как это все вымучивается двумя этими основными партиями все как бы между собой там спориться да дискутируется и приходится в итоге все-таки компромиссу и более-менее устраивающим всех решению да да многие то есть законы порой удивляются почему они еще есть и какие-то многие правила почему они еще есть но ты понимаешь что вот это вот такой американский старый старый добрый подход ко всему и их политики и правилам и то есть здесь вот это как бы вето так сказать взрослых людей она тоже очень сильная да то есть россии руководят деды сумасшедшие которые там выросли в советском союзе да и которые вот решают судьбу молодых отправляя их куда-то да там то вот здесь тоже это вето старых которые находятся людей возрасте у власти она тоже естественно очень сильное так всегда но бывает к сожалению к счастью да редко в какой стране опять же какие-то может быть малых странах когда более-менее люди среднего возраста которые в адеквате еще в которые больше к этому дню ближе до ментально они выросли не не так давно и не так давно обучались на другом времени да они более менее уже в этом времени сложились и вот они могут как-то страну вести в каких-то да а современных таких ипостасях правильно так вот здесь тоже это вето 100 старого поколения тоже чувствуется допустим там когда страну хотели перевести там на вот эту из измерения вот эту шкалу которая используется там тоже россии да в европе там сантиметры метры вот здесь пытались убрать эти все инчи там вот эти все допотопные размеры когда по частям тела мерят футы да фиты вот эти все перевести там фаренгейты в цельсию и так далее чтобы уже облегчить наконец-таки всю мировую торговлю всем людям и особенно прежде всего тем же американцам так вот тогда вот эти вот люди возрасте они стали там писать петиции там возмущаться а мы выросли на инчах а мы хотим это мы ничего больше не поймем как это так с нам с нами не хотят считаться нас хотят отрезать нас хотят убрать похоронить вот это наши правила и все в общем правительство тогда сдалось и таких вопросов и таких моментов поднималось не раз на всякие разные темы смены замены обновлений но вот как известно этот процесс всегда очень долгий особенно в тех странах которые где не не выпускаются законы из одной подписи одного человека да то есть это все процесс очень такой мучительный долги и нужно порой ждать когда какие-то поколения уйдут действительно исторически окончательно куда-то закончат свое время просто физически да и придет новая волна которая сдвинут какие-то рамки да в каких-то вопросах так вот вот такое вот рассуждение спасибо что послушали в пробке меня я себе место ради и может быть надеюсь вам пишите свои мысли пишите кто местные как вы это понимаете что вы замечаете я замечаю что там приходишь в общественное место ты знаешь что уже связь будет очень никакая то есть я поменял все связи я знаю что есть скопление людей они не ставят дополнительные никакие вышки и в общем всем пофигу и или такое ощущение что специально даже давят сигнал а я уже привык что интернет дома не такой быстро как россия опять же что работает с перебоями и я менял и связи и провайдеров в общем все все одинаково меня не шокируют какие-то старые смесители где-то и я повторю что я бы наверно не смог все-таки жить вот в этих старючих действительно городах севера потому что там порой действительно жуть в каких-то вопросах но тем не менее опять же говорю из-за того что здесь страна инноватор и дает миру столько всего то здесь все равно все все это чувствуется то есть одновременно в таком миксе ты видишь осталось и в то же время ты видишь супер какую-то инновационность и прогрессивность правильно то есть здесь нет таких старых машин здесь нет уличных туалетов как в россии там у тридцати процентов какая-то будка стоит да здесь все у всех души здесь всех ванны никто не пахнет ничем все чистенькие машины чистые с экологией как-то на вид все получше ну в общем все это такое большой микс и очень зависит от какого-то действительно конкретного места я попытался рассказать именно вот в общем очень так утрированно очень размыто и размазано и растянуто на какие-то большие территории группы людей хотя конечно как всегда все индивидуально в том числе восприятие воспринятия все товарищи всем спасибо за внимание и всем удачи пока пока